Коллеги, добрый день! Позвольте представить вам доклад, тема которого была озвучена ранее. На сегодняшний день рак молочной железы является ведущей онкологической патологией у женского населения и ежегодно диагностируется около полутора миллионов данной патологии во всём мире. Рак молочной железы представляет собой группу гетерогенных опухолей различных биологических потипов, которые отличаются между собой как по прогнозу, так и по ответу на терапию. Эстроген позитивный рак молочной железы экспрессирует рецепторы к эстрогену и прогестерону, имеет высокий показатель чувствительности гормональной терапии, частота его встречаемости достигает около 80% среди всех случаев рака молочной железы. Данный потип также характеризуется низким индексом пролиферации, высокой степенью дифференцировки, более поздним возрастом на момент постановки диагноза, а также наиболее благоприятным клиническим течением. В настоящее время основным компонентом системного лечения пациенток с эстроген-позитивным раком молочной железы, независимо от потипа, является гормонная терапия. Томоксифен представляет собой базисный препарат гормонной терапии как ранних, так и распространённых форм эстроген-позитивного потипа. Однако примерно у 10 или 20% пациенток в первые 12 месяцев на фоне приёма данного препарата отмечается рецидив заболевания, и в дальнейшем эта цифра может увеличиться до 40%. Так как терапевтическое действие томоксифена основано лишь на частичной блокировке эстрогенового рецептора, он блокирует лишь активаторную функцию АФ2, функция АФ1 остаётся открытой и может быть активирована различными факторами роста. Механизмы формирования гормонорезистентности затрагивают фундаментальные характеристики опухолевых клеток и связаны с изменением активности многочисленных сигнальных каскадов, в том числе активируемых белками семейства трансформирующего фактора роста, которые представляют собой полифункциональные молекулы, играющие важную роль в клеточной дифференцировке, инициации эпителиального мезонхимального перехода, иммуносупрессии, индукции апоптоза, а также ангиогенеза. В настоящее время известно, что ТГФ-бета способен активировать многие сигнальные каскады. Классические сигналы ПУД с участием трансформирующего фактора роста — это каскад с участием гиганта и двух его рецепторов, а также белков СМАТ. И конечным результатом данного сигналинга является либо активация, либо ингибирование пролиферативных процессов клетки. Также установлено, что трансформирующий фактор роста способен активировать и другие сигнальные каскады, одним из которых является ПИ-3К и КТ-сигнальный каскад. Активация ПИ-3К происходит за счёт киназной активности двух рецепторов первого и второго типа. При этом рецептор второго типа конструктивно связан с малой субъединицей П85-5-3 киназой. И при взаимодействии лиганта также происходит взаимодействие рецептора первого типа с малой субъединицей П85, что в дальнейшем приводит к активации АКТ. И негативным регулятором данного сигнального каскада является фосфатаза ПТН. В настоящее время показано, что нарушение регуляции данного сигналинка в опухолях молочной железы посредством взаимодействия рецептора второго типа с малой субъединицей П85 может приводить к возникновению гормональной резистентности. Именно поэтому перед собой мы поставили следующую цель, это провести генотипирование полиморфных локусов исследуемых генов и транскрипционной активности, и экспрессии белковых продуктов в зависимости от эффективности гормонотерапии. Дизайн нашего исследования вы можете увидеть на слайде. В исследовании была включена 141 пациентка с впервые верифицированным эстероген-позитивным раком по типу рака молочной железы. Все пациентки получали комбинированное лечение в объёме оперативного вмешательства, а также химии и лучевой терапии по показаниям. И обязательным компонентом одевантной гормонотерапии служил приём томоксифена в течение 5 лет стандартной дозировки, а именно 20 мг в сутки. На основе отдалённых результатов лечения всех пациенток мы разделили на две подгруппы. Первая — это томоксифен, чувствительная группа, у которой не отмечались признаки прогрессии заболевания. И вторая группа — это томоксифен, резистентная, с прогрессированием заболевания. В двух выше приведённых группах мы провели генотипирование полиморфных локусов, оценку генной экспрессии, анализ экспрессии белковых продуктов и фенотипирование субпуляции опухолевых клеток. Материалом исследования служили образцы опухолевой и прилежащей нормальной ткани, оценка полиморфных локусов, а также оценка генной экспрессии, исследуемых маркёров, была проведена при помощи полимеральной цепной реакции в режиме реального времени. Фенотипирование клеток экспрессирующих интересующие нас маркёры мы провели при помощи метода проточной цитофлорометрии. Также была произведена эстетическая обработка данных при помощи пакета статистика. И в ходе полученной работы мы получили следующие результаты. При сопоставлении уровня исследуемых генов в группе пациенток с эстроген-позитивным раком молочной железы от исхода лечения нами было показано, что высокий уровень транскрипционной активности К-гена рецептора трансформирующего фактора роста второго типа, так и АКТ-1 чаще встречались в опухолях чувствительных терапии томоксифеном. На следующем этапе работы мы проанализировали экспрессию белковых продуктов, исследуемых нами маркёров, и мы установили, что количество клеток в опухоли, экспрессирующих рецептор второго типа, чаще встречалось в опухолях чувствительных терапии томоксифеном. Напротив, клетки, экспрессирующие фосфорилированную форму протеинки на АЗБ, чаще встречались в томоксифенорезистентных опухолях рака молочной железы. Затем для определения вклада трансформирующего фактора роста в ПИ-3К АКТ-сигнальный каскад мы оценили экспрессию субпуляции клеток, экспрессирующую комбинацию интересующих нас маркёров. Данную комбинацию вы можете увидеть на слайде. Нами было установлено, что субпопуляции клеток, положительные по АКТ, значимо преобладали в опухолях с неблагоприятным прогнозом заболевания. Напротив, субпопуляции клеток, экспрессирующих рецептор второго типа, трансформирующего фактора роста, преобладали в опухолях чувствительных терапии томоксифеном. Также стоит отметить, что клетки, экспрессирующие одновременно два интересующих нас маркёра, чаще встречались в опухолях резистентных к терапии, однако результаты не достигали статистической значимости. И на последнем этапе работы для оценки потенциальной прогностической значимости исследованных маркёров мы провели анализ без метастатической выживаемости. Данный анализ показал увеличение времени до прогрессирования заболевания среди пациенток с высоким уровнем транскрипционной активности АКТ-1. Также полученные данные свидетельствуют о том, что показатели без метастатической выживаемости были выше среди пациенток, имеющие высокий уровень белковой экспрессии рецептора второго типа, трансформирующего фактора роста. И напротив, высокий уровень фосфолиарированной формы протеинки на АЗБ был ассоциирован с низким уровнем выживаемости без метастазов. Таким образом, проведённое нами исследование позволило выявить потенциальные молекулярно-генетические маркёры, которые могут быть обовлечены как в развитие резистентной, так и чувствительной гормонотерапии фенотипа эстроген-позитивного рака молочной железы. На этом у меня всё. Благодарю за ваше внимание. Субтитры создавал DimaTorzok